Всем привет, друзья! С вами Андрей Хориев, канал Футбол. Это жизнь. Сегодня у нас второй сезон за футболистов через 5 лет. Вы сами в голосовании в группе ВКонтакте выбрали, что именно второй сезон должны участвовать испанцы. Также было вам предложено несколько футболистов, около 8 штук, если не ошибаюсь, и на каждую позицию по 2 игрока. Между вратарями столкнулись Давид Дехе или Кепа, и вы выбрали Кепу. Так что сегодня у нас выпуск про вратаря Кепу. Поехали! Итак, закончился первый сезон за Кепу. Атлетик из Бильбао занял 10-ю строчку, чемпионом стал Мадридский Реал. Кубок Испании выиграла Барселона, обыграв в финале Реал Соседат со счетом 2-0. Лигу чемпионов выиграла Бавария, обыграв по пенальти Манчестер Сити со счетом 4-3. В группе Б в Лиге Европы Атлетик Бильбао занял третью строчку, и для клуба закончились Еврокубки. Ну а Лигу Европы выиграла Леон, обыграв в финале Марсель со счетом 2-0. На чемпионат мира 2018 года сборная Испании квалифицировалась с первой строчки. Закончился чемпионат мира. В группе Е Испания заняла первую строчку, все три матча выиграла. В плей-офф Испания обыграла в 1-8 Мексику 1-0, в 1-4 обыграла Португалию 2-0, обыграла французов 1-0, но по пенальти в финале проиграла бельгийцам со счетом 4-3. Летом пришло предложение от Челси, и Кепа с ним согласился. Зимой пришло предложение от ПСЖ, и Кепа переходит во Францию. Закончился второй сезон за Кепу. ПСЖ, в который перешел Кепа зимой, стал чемпионом Франции. Кубок Франции взял Монако, обыграв Бордо в финале 3-2. ПСЖ вылетел в 1-8 по пенальти от Метца. Кубок Лиги Франции взял тоже Монако, обыграв Финале Анже по счету 3-1. ПСЖ вылетел в полуфинале от Анже по пенальти 5-4. Супер Кубок Европы взял Бавария, обыграв Финале Лион со счетом 2-1. Круппе Д, ПСЖ вышло с первой строчки, за ним Барселона, Базель и Бенфика. Прошлый клуб Кепа и Челси заняли первую строчку и вышли тоже в плей-офф. ПСЖ дошел до 1-4, где проиграл Манчестер Сити 1-0. А Челси дошел до полуфинала, где проиграл Барселоне со счетом 5-1. Лигу чемпионов выиграла Барселона 3-0, обыграв Манчестер Сити. Лигу Европы выиграл Арсенал, по пенальти 4-3 обыграл Ливерпуль. И снова, друзья, в игре произошел этот баг. Если зимой переходить из Англии в какой-то, наверное, другой чемпионат, матчей здесь буквально в два раза больше становится. Но чемпионом Англии стал Челси. В чемпионате Испании Атлетик из Бильбао занял аж 11-ю строчку. Чемпионом стала Барселона. Итак, закончится третий сезон в Закепу. В чемпионате Франции ПСЖ занял вторую строчку. Монако выиграл. В чемпионат не хватило буквально 4 очка. Суперкубок Франции выиграл ПСЖ, обыграв финале Монако со счетом 1-0. Кубок Франции выиграла Ницца, обыграв финале Монако со счетом 2-0. Именно Ницца и выбила ПСЖ из полуфинала с счетом 2-1. Кубок Лиги Франции выиграл Рен, обыграв финале Анже со счетом 2-1. ПСЖ вылетел от Анже в 1-8 со счетом 1-0. Суперкубок Европы выиграла Барселона, обыграв финале Арсенал со счетом 3-0. В Лиге Чемпионов в группе FD встретился Челси, Зенит, ПСЖ и Интер. Встретились два бывших клуба Кепы, но Челси вышли в плей-офф Лиги Чемпионов. ПСЖ пошел в Лигу Европы. Ну а Лигу Чемпионов выиграл бывший клуб Кепы Челси, в финале обыграв Манчестер Юнайтед со счетом 2-1. Лигу Европы выиграла Баруся Дортмунд, обыграв финале Ливерпуль со счетом 5-4. ПСЖ вылетел в 1-16 от Суонси. На Чемпионат Европы сборная Испании квалифицировалась с первой строчки. Ну а Чемпионат Европы закончился для испанцев на стадии 1-4, где они вылетели от голландцев. В Чемпионате Англии Манчестер Сити стал чемпионом, Челси занял четвертую строчку. В Чемпионате Испании Атлетик из Бельбао все ниже и ниже с каждым сезоном опускается. В этом сезоне 12-я строчка, чемпионом стал Мадридский Реал. Закончився четвертый сезон за Кепу, ПСЖ стал чемпионом. Кубок Франции взял Лиль, обыграв финале Бордо со счетом 1-0. Кубок Лиги Франции выиграл Монако, обыграв финале Сан-Ти-Тиан со счетом 4-0. ПСЖ вылетел в 1-4 от Сан-Ти-Тиана со счетом 2-1. Супер Кубок Европы выиграл Челси, обыграв финале Борусси Дортмунд со счетом 4-0. В Лиге Чемпионов в группе Ф ПСЖ вышел с первой строчки. Но в 1-8 они вылетели от Ювентус с счетом 3-2. Чемпионом Лиги Чемпионов стала Барселона, обыграв финале Манчестер Юнайтед со счетом 2-1. Лигу Европы выиграл Милан, обыграв по пенальти 5-4 Лацио. Чемпионом Англии стал Манчестер Юнайтед, но Челси на второй строчке одинаковое количество очков, но разница мячей на 4 больше у Манчестера. Атлетика из Бильбао снова заняла в 12-ю строчку, чемпионом стала Барселона. Итак, закончится Кубок Конфедерации. Испания в группе А заняла первую строчку. В полуфинале обыграла Бразилию 2-1, в финале обыграла Французов со счетом 1-0. Летом приходит предложение от Баварии, и Кепа с ним согласился. Итак, закончится последний сезон за Кепу. Бавария стала чемпионом Германии. Кубок Германии взял Шальке, обыграв в финале Майнд со счетом 2-1. Суперкубок Германии выиграл Фрейбург, обыграв Баварию с счетом 2-1. Суперкубок Европы взял Милан, обыграв в финале Барселоны с счетом 2-1. В Лиге Чемпионов в группе Е Бавария вышла с первой строчки, за ней была Севилья, Латсо и Галатасарай. В одной восьмой Лиге Чемпионов Бавария встретилась с Челси, то есть Кепа против практически своего бывшего клуба, но Челси оказались сильнее и обыграли Баварию. А чемпионом стала Барселона, обыграв по пенальти тех же Челси 5-4. Лигу Европы выиграл Латсо, обыграв в финале ПСЖ со счетом 2-1. На чемпионат мира 2022 года сборная Испании коалифицировалась с первой строчки. В чемпионате Англии чемпионом стал Манчестер Сити, Челси заняли вторую строчку. В чемпионате Испании Атлетик из Бильбао заняли рекордную восьмую строчку, чемпионом стала Барселона. В чемпионате Франции и Монако стали чемпионами, ПСЖ заняли вторую строчку. На чемпионат мира 2022 года Испания вышла с первой строчки, три победы, Коди Уар выходит с ними. В 1-8 испанцы попадает Австрия, они их обыграют 3-0. В четверть финале попадается Бразилия, они их обыграют 3-2. В полфинале англичане, они их обыграют 2-1. И в финале обыграют французов 2-1. Испания чемпион мира. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за просмотр. С вами был Андрей Хорев, канал Футбол. До жизни подписывайтесь на канал и на группу ВКонтакте. Ссылка в описании. До свидания.